Вот что будет дальше с ценами на газ в Украине и вообще переживет ли эту зиму нынешнее руководство Нафтогаза при всех этих скандалах? Первая тема для разговора с Юрием Бойко, лидер фракции оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич, спасибо, что присоединились. Смотрите, вот только что рассказал МВФ, Нафтогаз обсуждают повышение цены на целых 20% в Украине. Соответственно, тарифы вырастут, но Кабмин не хочет этого делать. Удастся Кабмину противостоять МВФ или все-таки придется пойти на эту уступку? На самом деле, правительство наконец-то спохватилось и поняло, какого монстра они породили. Потому что группа манипуляторов руководства нефтегаза, подняв в 8 раз цены на газ собственной добычи и практически посадили всю страну на субсидии, назвали это реформами, подключили иностранцев и начали шантажировать правительство и, собственно говоря, всю страну. И сегодня стало ясно, что Нафтогаз полностью вышел из-под контроля, живет своей жизнью и в ущерб людям, в ущерб населению страны. Они начали разбегаться. Первые убегают иностранцы, поскольку надо уже будет отвечать за такое отношение к стране, за подъем цен. Второе, самое страшное, это неясна судьба транзитного контракта. Через год заканчивается контракт на транзит газа территории Украины. Продолжения пока нет, идут суды. И если, не дай бог, не будет продления контракта, то это потери 2 миллиардов долларов валютной выручки в стране ежегодной, около 30 тысяч рабочих мест. Ну и, собственно говоря, это резкое ухудшение экономики всей страны из-за этого. За это кто-то должен будет отвечать. Поэтому они все просто разбегаются. А правительство упустило эту ситуацию, когда надо было монополиста контролировать. А это всегда нужно делать, поскольку монополист есть монополист. Нянчили с ними и довели до того, что теперь Нафтогаз взял в заложники всю страну. Я уверен, что необходимо это прекращать. Тарифы должны быть снижены, поскольку они необоснованы. И субсидий не хватит на всех. И это правильно, это справедливо для людей, которые живут в нашей стране. Юрий Анатольевич, как Вы считаете, есть шансы у законопроекта от Супрун пройти через Верховную Раду? Особенно на фоне вот таких масштабных протестов, которые мы наблюдали на этой неделе. Я могу сказать, что наша фракция ни в коем случае не поддержит этот закон, поскольку в чем вообще суть предлагаемых новшеств? Создается отдельное агентство, которое в ручном режиме будет делить весь бюджет Министерства охраны здоровья. Если раньше это делили, значит, согласно законам о децентрализации, областные советы, районы, то сейчас они все отстраняются от этого процесса. Любой главврач должен ехать в центр сюда и получать деньги здесь. Это прямой путь коррупции. Ты понравился чиновнику, тебе дадут. Нет, так иди с нищей больницей. Второе, это практически узаканивает платную медицину. Она и так была платная. И мы понимали, что надо реформировать. И мы предлагали свой вариант страховой медицины, страховых компаний, которые будут обеспечивать оплату лечения людей. Его отбросили и тупо вводят просто платную медицину для людей, не показывая, откуда они возьмут деньги. Уже сейчас люди недоумевают, откуда брать деньги на лечение. А вообще некоторые инновации вызывают, мягко говоря, недоумение. Чего стоит только одно предложение исполняющей обязанности министра о том, чтобы на стране сделать платные роды. В условиях, когда падает население страны, когда демографическая ситуация ухудшается, а садарство должно стимулировать рожать людей, а наоборот... Там не одна подобная платная инновация. Перемести на самоокупаемость научно-исследовательские институты, которые являются ведущими... Как минимум, это кричащие непрофессионалисты. ...одними из ведущих и в стране, да и в Европе. Мы не поддержим такое. Давайте сменим немного тему. Сегодня в Верховной Раде был представлен проект бюджета 2018. Представлял премьер и его министры. Вот вы как его оцениваете и на каких правках, возможно, уже знаете, будете настаивать, уже проанализировали? Мы считаем, что это худший вариант прошлого года, что еще больше увеличивается финансирование силовых органов, прокуратуры, кабинета министров, пограничников, военный бюджет увеличивается, полиция и еще меньше финансируются социальные выплаты. То есть у нас идет типичное построение полицейского государства с нищим населением. Мы, естественно, такой бюджет не поддержим. Как можно оценить, что прокуратура получает плюс миллиард, генеральная прокуратура, и общий бюджет около 8 миллиардов, а на восстановление разрушенных инфраструктур Донбасса, нашей территории Украинской, дают аж 34 миллиона. Как можно оценить то, что ликвидируют вообще дотации на угольную промышленность, при этом закупают уголь за рубежом? И подобных новаций в кавычках очень много, поэтому у нас абсолютно четкое понимание, что этот бюджет, это бюджет строительства полицейского государства. Понятно. Очередную новость, еще одну хочу с вами обсудить, она касается скандала с законом об образовании, который приняли украинские дипломаты, депутаты, извините. Президент Румынии отменил визит в Украину, запланированный на октябрь. Мол, как только узнал о нормах этого закона, сразу принял такое решение. Напомню, еще в этом месяце Верховная Рада существенно изменила условия обучения в школах. Только в начальной школе останется возможность для обучения на языках национальных меньшинств. В том же польском, румынском, венгерском, болгарском, русском. Среднее и высшее образование только на украинском, в том числе и в районах проживания больших иноязычных общин. Представители государств соседей выразили протест. Президент Украины пока не подписал принятый депутатами закон. И вот в этом контексте у меня вопрос к вам, Юрий Анатольевич. Ваша полицейская уже обратилась к президенту с призывом витировать этот скандальный закон. Вы верите в то, что президент может принять такое решение? Во-первых, мы за него не голосовали. Мы с самого начала понимали, что это закон неподготовленный, который в первую очередь оскорбляет жителей нашей страны, ну еще и создает соответствующие проблемы по имиджу нашей страны на международном уровне, поскольку этим законом грубо нарушаются права национальных меньшинств, которые разговаривали на языке, к которым они привыкли. Наша фракция действительно настаивает на витировании этого закона. Это наша позиция, и мы на ней будем стоять. Ну а президент прислушивается к вам, как вы думаете? Я думаю, что президент обязан изменить закон, поскольку можно сделать правильный закон, который не вызовет вот такой резкой реакции со стороны партнера по Евросоюзу, куда мы так настойчиво стремимся. Хорошо, спасибо вам за участие в нашей программе. Юрий Анатольевич Бойко, лидер оппозиционного блока, был нашим гостем. Спасибо еще раз.